Клуб доживает последние дни. Сразу скажем, что ситуация на данный момент уже успела стабилизироваться, однако не стоит закрывать глаза на этот инцидент. Итак, с чего же все началось? Уже на стадии поиска зачатка проблемы мы приходим в замешательство. Луч за последние пару лет мог обанкротиться уже не меньше трех раз. И здесь, как говорится, нет начала и, возможно, нет конца. Например, команда могла пропасть из виду уже зимой 2014-го. И решение тогда уже было практически принято, но все вышло в пользу добра. У желто-синих поменялось руководство. Летом 2015-го исполнительным директором клуба стал Александр Голубщиков. Он сменил Анатолия Безняка, который много лет возглавлял клуб, но с перерывами. Как минимум дважды Безняк передавал пост другим управленцам, но всякий раз, когда клуб сталкивался с проблемами, Анатолия Владимировича приглашали обратно. И это работало. В команду пришел и новый главный тренер Олег Веретенников. Но уже на тот момент клуб стал часто выходить из контроля. Задержки по зарплатам и премиальным, долги самого клуба и прочие недоразумения. Это вынуждало действовать как игроков, так и тренеров. Наставников, кстати, всего за последние два года было четверо. Такое не всегда увидишь. Вот и Веретенников недолго продержался. С его приходом Луч Энергия сразу поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. Но потом в команде начался игровой спад. Веретенников ушел, забрав с собой весь тренерский штаб. Покинули команду и некоторые игроки. Но только спустя время выяснилось, что спад этот был не столько в игре, сколько в настрое. Игроки почти никогда не трубили о долгах по зарплате. И попадала эта информация в СМИ либо только через РФС и независимые источники, либо после нескольких месяцев, когда об этом уже нельзя было молчать. Такой сценарий стал плохой традицией для нашей команды. Дабы снова не переписывать всю сложную историю последних лет Луча, попробуем понять, кто же, собственно, виноват в таких финансовых провалах. Начнем с того, что бюджет, по словам все того же Александра Голубчикова, распределен уже который год по одной системе. Во времена премьер-лиги я могу только догадываться, каким был бюджет. А так в среднем 300-350 миллионов в год. Формируется из трех источников. Краевой бюджет, титульный партнер и собственная коммерческая деятельность. Конечно, львиная доля, а точнее 60% это партнер. В этом году мы лишились его поддержки. Партнером и буквально отцом и матерью клуба долгое время была ДЭК. Энергетическая компания после скандалов попала под шквал критики от болельщиков. Якобы почему кинули команду? Компании даже пригрозил пальцем глава края Владимир Миклушевский. Да, ДЭК действительно еще в конце 2015-го заявляла, что поддержка будет продолжаться. Но это было все только на словах. Сами энергетики отказались комментировать высказывания губернатора. И отметили, никаких обязательств перед Лучом у них нет. У нас не было никаких договоров на бумаге, контрактов, обещаний. Фактически мы не были официальными спонсорами. Это было сотрудничество в рамках некоммерческого партнерства, добровольная помощь. В декабре 2015-го года мы уведомили команду и других спонсоров о выходе из данного партнерства. То есть никаких неожиданностей в этом плане не произошло. Поэтому если верить последним, то в руководстве клуба чего-то недопоняли и повели команду прямиком в никуда. Хотя тот же Голубщиков неоднократно сообщал о том, что клуб ищет новых спонсоров. И даже планирует избавиться от приписки «Энергия» в названии, так как она появилась только из-за ДЭКа. Я, допустим, не представляю название «Зенит Газпром» или «Спартак Луквойл». Почему мы «Энергия»? Мы «Энергия». Поэтому, возможно, по ходу сезона, надо, конечно, смотреть регламенты, но приставка «Энергия» она уйдет. Что в итоге? За последний год круговорот людей в команде достиг рекордных показателей. Приобретенная весной 2016-го дружина игроков покинула клуб буквально через пару месяцев. С улыбками на лицах и серьезным настроем на игру ребята не понимали, на что подписывались. В итоге, уходя, откровенно заявляли, что главная причина – долги по зарплате. В июле этого года пришла новая дюжина футболистов. Они также не ожидали такого положения дел. Пара недель тренировок, несколько матчей стартовавшего сезона и колесо «Сансары» дало оборот. Деньги опять не платят. Вдобавок, Голубчикова отстраняют на полгода от футбольной деятельности за подделку документов. Но чем отличился 2016-й год, так это тем, что в этот раз спасения и вовсе не было видно. Футболистов уже элементарно стали выгонять с их съемного жилья на кампусе ДВФУ. «Луч Энергия М», то есть молодежная команда, снимается с чемпионата России в своем третьем дивизионе. До конца сезона нужно было сыграть еще семь матчей на выезде, а лететь и ехать не на что. Вот так по кусочкам клуб, казалось бы, мог развалиться полностью. Вскоре пошла череда писем в адрес руководства края с просьбой о помощи. Сначала активизировались болельщики. В своем обращении горожане просили сменить руководство клуба, а также принять меры по улучшению финансовой ситуации в единственной краевой профессиональной футбольной команде. За время управления клубом Александром Голубчиковым и Андреем Донюковым клуб погряз в череде скандалов. Сегодня футбольный клуб не имеет актива в виде стадиона, ликвидных игроков, зато имеет миллионные кредиты, долги, полуразрушенную базу, постоянные многомесячные задержки по зарплате перед футболистами и персоналом. Мы устали терпеть, что нас держат за дураков. Вслед за болельщиками помощи попросили и сотрудники клуба. Задолженность по зарплате на тот момент приблизилась к пяти месяцам. Это письмо подписали известные в прошлом игроки, а ныне тренеры Центра подготовки юных футболистов. Из-за финансовых долгов Луч Энергия закрыл свои двери для детей. За долгие годы существования клуба через нашу школу прошли десятки тысяч юных футболистов. Все может закончиться в преддверии 60-летия клуба, первого в истории Чемпионата мира по футболу в России и на фоне призывов руководства страны всячески поддерживать детский футбол как спорт номер один в мире. Тренеры школы написали заявление о прекращении трудовой деятельности в связи с невыплатой зарплаты. Новости про Центр подготовки юных футболистов и вовсе вывел маленьких спортсменов и их родителей, так сказать, на улицу. В то время как старшая команда еще была в состоянии боевой готовности, детский футбол в школе Лучиков закрылся без предупреждений. Я считаю, главная команда это наш старший брат, да, мы младшие и друг без друга мы жить не можем. Хотелось бы, чтобы все нормализовалось, чтобы было нам на что есть, на что кушать, одеваться и так далее, чтобы у нас семья было в порядке, у тренеров тоже, потому что, ну, сами знаете, когда человек приходит домой, а дома жена говорит, что, ну, зарплата, зарплаты пять месяцев нету, ну, люди начинают искать какие-то выходы для существования. То есть мы как родители, конечно, не внедряемся в менеджмент управления, да, Луча, самого клуба, и, ну, не можем, как бы, располагать с теми данными, которые на самом деле сейчас имеются по обстановке в клубе, да, но в этой ситуации всегда рады помочь. Наш тренер Алексей Сергеевич Решетник, ребята очень любят этого молодого, но очень интересного спортивного человека, ему нечего сказать по поводу этой ситуации, потому что, к сожалению, ситуация, она не имеет никаких границ, никто не знает, то есть знает, когда началось, он не знает, когда это закончится, и, соответственно, все в подвешенном состоянии, от этого становится очень прискорбно. Безусловно, наши мальчишки регулярно посещают игры «Лучи энергии», более того, они постоянно участвуют в выводе игроков на поле, очень гордятся этим. На мой взгляд, это важно, потому что они приобщаются к высокому спорту, знают всех игроков по фамилиям, смотрят игры, обсуждают их, знают, следят за нашим чемпионатом страны. То есть родители тоже, естественно, в курсе, благодаря сыновьям. Я написал Владимиру Владимировичу Путину, чтобы не закрылся наш клуб «Лучи энергии», чтобы мы с тренером играли, с командой всей, чтобы тренер нас обучал, и чтобы мы добивались успехов. Верните детям лучшую одежду! Дало ли это результат? Нет. Кажется, только сами игроки могли на что-то повлиять. И они не нашли ничего лучше, чем просто начать бойкотировать тренировки. Когда же их вновь не услышали, и к тому же перестали предоставлять автобус для отправки на поле, футболисты решили бойкотировать и предстоящие матчи. Помимо того, что у команды такие проблемы, спортшкола загибается вообще полностью, тренера не вышли, клуб, все работники клуба сегодня не вышли на работу, насколько мне известно. Ну, команда решила, что не будет выходить тренировца до того момента, пока нам не выплатят все задолженности, зарплаты и премиальные, и не, скажем так, станут отвечать за свои слова. Параллельно глава ФНЛ Игорь Ефремов, специально прилетевший во Владивосток, сообщает, что проблему постараются решить в ближайшее время через министра спорта Виталия Мутко и главу региона. Все это в совокупности, кажется, сработало. Руководство края наконец-то встретилось с командой. Футбольному клубу «Луч Энергия» направили из краевого бюджета порядка 30 миллионов рублей. Этой суммы хватит, чтобы погасить задолженность по зарплатам футболистам и работникам клуба за несколько месяцев. Откуда нашлись лишние 30 миллионов, неизвестно. Руководство края заявило, что с сентября зарплата будет приходить регулярно и без задержек. «Тигры» в итоге отказались от бойкотирования, вышли на матч со «Спартаком-2» с одной из сильнейших команд чемпионата и сыграли в ничью 0-0. Дела, по словам игроков, стали налаживаться, причем в темпе. Появились зарплаты, появился и персонал на работе. И детская школа вновь живет по расписанию. Этот традиционный отскок от самого края пропасти вроде вновь произошел. К сожалению, «Луч Энергия» обычный бюджетный клуб, каких большинство в нашей стране. История российского футбола за последние годы знает уйму случаев и банкротства, и развала целых команд. На днях портал «Лайф» представил вот такую интересную карту. На ней мы еще раз убеждаемся, что уникальность ФНЛ в том, что здесь почти половина клубов живет в долг. У кого-то они совсем небольшие, у кого-то средние, а вот именно «Луч», «Кубань» и «Шинник» на данный момент рекордсмены. И проблема с такими клубами в том, что когда они на грани, их невозможно спонсировать. Какую выгоду получит спонсор от команды, на чьи матчи теперь ходят единицы. Но если провести логическую цепочку, то выходит, что такая посещаемость из-за успехов. А успехи, в кавычках, из-за финансовых проблем. А они сейчас якобы у всех в стране. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом». Редактор субтитров А.Семкин